В России объявлена частичная мобилизация. Как отметил президент Владимир Путин, киевский режим фактически отказался от мирного пути решения конфликта. А по мнению Запада, наша страна должна распасться на десятки отдельных регионов и областей. Главная цель специальной военной операции – освобождение всей территории Донбасса – остается неизменной. Луганская Народная Республика уже освобождена. Сейчас идет освобождение Донецкой Народной Республики. Частично освобождены Запорожская и Херсонская области. Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою жизнь. Парламенты Народных Республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. Уважаемые друзья, сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Указ о частичной мобилизации подписан и вступает в действие сегодня. В первую очередь мобилизованы будут те, кто служил в армии и находится в запасе, и имеет важные для армии военно-технические специальности. Призовут 300 тысяч резервистов, около 1% всего мобилизационного ресурса. Все они перед отправкой на Украину пройдут дополнительную военную подготовку. Именно из запаса. Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто а. отслужил, б. имеет военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, б. имеет боевый опыт. И, конечно, я сразу хочу так предварить вопросы, которые могут с этим возникнуть. Это ни о каких мобилизации, призывах студентов, обучающихся в годах речи не идет. И идти ни в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся. Никто их призывать, отмобилизовать не будет. Естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву. Их это тоже не касается. Как отметил президент, граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. А добровольцы из ДНР и ЛНР будут приравнены к российским военным. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери вооруженных сил России. С начала спецоперации погибли 5937 человек. Потери Украины больше 100 тысяч погибших, свыше 61 тысячи солдат, еще почти 50 тысяч раненых. При этом, как отметил Сергей Шойгу, против нас работает вся натовская спутниковая группировка. Больше 70 военных и 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать месторасположение наших подразделений. Мы воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом.